Как уберечь посевы? Надвигается нашествие саранчи. Эксперты его называют самым крупным за последние 25 лет. В данный момент локация саранчевых вредителей – страны Юго-Восточной Азии, Африка и Индия. В период, когда мир борется с пандемией COVID-19, так и хочется посетовать. Только этого нам еще не хватало. Проносясь как фурия со скоростью 15 км в час в поисках еды, саранча уничтожает посевы и фруктовые сады, бахчевые и зерновые культуры. Вредитель полностью истребляет все насаждения, обедая листья и молодую поросль. Когда пищи этому вредителю становится недостаточно, саранча съедает собратьев по стае. Имеет способность к передышке, чтобы переждать, например, плохую погоду. Итак, готовы ли аграрии дать отпор? Африка и страны Персидского залива, Южная и Центральная Азия, Юг России, Ставрополье, Калмыкия и Астраханская область сейчас терпят колоссальный урон. Причина – саранча. За последние два десятилетия это самое крупное нашествие прожорливых насекомых. В Казахстане на борьбу с ними выделено более полутора миллиардов тенге. В стране закупили все необходимые препараты. Из местных бюджетов 555 миллионов тенге было выделено. Что касается Акмолинской области, то у нас объем обрабатываемой территории составит почти 35 тысяч гектаров. Проведен мониторинг по насаждению нестадными саранчевыми. С местного бюджета на этот год выделено 49,9 миллионов тенге для борьбы с вредными организмами. С 5 июня четырьмя газовыми генераторами начинаются работы. Это у нас в Исильском районе, Жаркаинском, Сандыкталском в этих районах. Четыре газовые генератора, как я вам говорю, они будут распределены по этим районам. Значит, будут использованы препараты, как диарон и карате. Так мы сохраним урожай, отмечают аграрии. Работы в районах ведутся по мере обнаружения саранчевых. Исильским районным филиалом Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов провели весенне-летний мониторинг на обнаружении нестадной саранчевой на площади 5450 гектар. Из них под обработку на землях госзапаса подлежит 956 гектар. Будут обрабатывать карате. Техника прибыла. Сегодня ночью будем работать. И это только в Есильском районе. А в Буландынском, например, ежегодно проводится мониторинг экономического порога вредоносности на полях. И эксперты биологических наук говорят. У нас есть особо опасные вредители, по которым мы постоянно проводим мониторинг. Есть и вредные, по которым также назначались раньше и сейчас назначаются химические обработки. Это пшеничный трипс и нестадные саранчевые. В этом году обработки будут проходить за счет хозяйств. В Буландынском районе 2230 гектаров пассивных площадей. На сегодняшний день обработка проводится за счет местных крестьянских хозяйств, но в конце года они получат 50% субсидий от потраченной суммы. В Буландынском районе мы уже несколько лет ведем борьбу против итальянского прусса. И с каждым годом его популяции все меньше. Каждый год мы из республиканского бюджета получаем финансирование на обработку полей. Этим летом в Казахстане ожидается распространение стадных саранчевых на площади в 554 тысячи гектаров, итальянского прусса на 295 тысячах гектарах, азиатской саранчи на 164 тысячах гектарах, марокковской саранчи на 93 тысячах гектаров. Распространение нестадных саранчевых вредителей прогнозируется на площади 266 тысяч гектаров земли. Саранча сейчас в зоне риска Западно-Казахстанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской области. Именно здесь ожидаются крупные очаги нашествия нестадных саранчевых, хлопок, бахчевые и зерновые культуры и не только под угрозой. Саранча может смести все. На сегодняшний день в стране на центральном складе имеется 47 тысяч литров пестицидов и хватит, чтобы обработать 525 тысяч гектаров. По состоянию на 28 мая обработки проведены на площади 66 тысяч гектар или 71 процент от прогнозируемого объема. Приступили к проведению защитных мероприятий против итальянского прусса на территории Алматинской, Жамбульской, Карагандинской и Павлодарской областей. На сегодняшний день обработано 11,8 тысяч гектар или 4 процента от прогнозируемого объема. Самый тяжелый период это когда саранча встает на крыло, у нее отрастают крылья и за день прожорливое насекомое может уничтожить от 10 до 100 гектаров посева. В стране к химической обработке привлечены 148 опрыскивающих машин и 20 самолетов, в том числе так называемые воздушные трактора СП-30. Пока ситуация на контроле, чего не скажешь о Пакистане. Там с начала февраля объявлено чрезвычайное положение и причина нет не коронавирус, саранча. Специалисты утверждают, что всему виной аномально теплая зима. Жамал Габдулина, Павел Соловьев, Бауржан Смогулов, Дархан Мужибаев. Специально для Ахмола Апта.